Зима близко Даже называют холод и простуду одним словом. Но не стоит забывать вот о чем. Во-первых, простуду и грипп вызывают вирусы. Если рядом их нет, то и вы не заболеете, даже если замерзнете. Все просто. Откуда же связь с понижением температур? Зимой мы больше времени проводим дома, поэтому вступаем в контакт с большим количеством людей, чем обычно. А чем больше людей, тем выше шанс заражения патогеном. Кроме того, для многих вирусов важна еще и влажность. Влажность зимой понижается, что ведет не только к более быстрому распространению вирусов, но и к обезвоживанию слизистой оболочки. А ведь слизь в носу создает защитный барьер от патогенов. А еще нам не хватает солнечного витамина D, что негативно влияет на нашу иммунную систему. И сидение дома, и короткие зимние дни – важные факторы для нашего здоровья. Значит, наши родители неправы. Так? Рано радуйтесь. Хотя исследования прошлого подтверждают, что связи между простудой и холодом нет, современные тесты говорят о другом. Во время одного из них часть испытуемых опускали ноги в ледяную воду, после чего наслаждались симптомами простуды несколько дней, в отличие от тех, чьи ноги были в тепле. Отсюда вытекает гипотеза о том, что понижение температуры приводит к сужению кровеносных сосудов, что замедляет белые кровяные тельца борцов с вирусом и тем самым ослабляет иммунитет. Уровень кортизона, подавляющего нашу иммунную систему, также повышается от температурного стресса. Кроме того, опыты на образцах ткани мышей и людей показали, что реакция иммунитета на вирус простуды зависит от температуры. Зараженные клетки с повышенной температурой погибают, чтобы предотвратить распространение инфекции. А еще в ходе экспериментов было обнаружено секретное оружие вирусов. При низких температурах внешняя оболочка вируса или капсула становится твердой и защищает вирус. Это позволяет ему легко и быстро перемещаться от человека к человеку. А при высокой температуре оболочка загустевает как гель, ослабляя защиту вируса. В результате скорость распространения вируса падает. Так что ваши родители не были неправы. Зато есть удачный компромисс – закутываться потеплее и гулять почаще. Тогда и шансов не заболеть зимой в разы больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова